Всем привет! Время от времени компания Xiaomi радует своих поклонников удачными и недорогими смартфонами с отличными техническими характеристиками за доступную цену. В свое время Redmi Note 3 Pro сделал маленькую революцию, потом был очень удачный Redmi Note 4X на Snapdragon 625, который кстати до сих пор ставят в среднебюджетные смартфоны. А вот сейчас Pocophone F1. Как вы думаете, есть ли шанс у этого смартфона занять свою нишу среди очень производительных, но в то же время более-менее доступных смартфонов? Давайте разберемся, стоит ли брать данный гаджет и вообще, стоит ли он своих денег? Поехали! На канале есть распаковка, прямо от покупки и до снятия пленочек. Посмотрите, будет полезно. Купил в Украине и получил на следующий же день от заказа. Есть он и на Алиэкспресс. Но помним, что в Украине можно попасть на растаможку. За все, что выше 150 евро, по закону нужно платить пошлину. И тут вопрос, стоит ли экономия ожидания и риска попасть на растаможку, если брать в Китае. Думаю, лучше брать тут. Другое дело, заказывать в Россию можно сэкономить. И ссылки на лучшие предложения смотрите в описании. А мы начнем с внешности и эргономики. Смартфон выполнен из пластика. Взял специально синюю версию, поскольку на черном, думаю, будут больше заметны отпечатки пальцев. В руке сидит удобно, не скрипит и не ощущается игрушечным. Тут 183 грамма. Хоть корпус не металл, но нафаршировали на славу. Ведь производитель заявляет о активном охлаждении. Я погонял в играх и позже поделюсь впечатлениями об этом. Комплект неплохой, уже потому что есть чехол. Блок быстрой зарядки, кабель USB-C, инструкция на английском, украинском, скрепка. Ну все в принципе как обычно. Спереди у нас наличествует монобровь. Та фишка, к которой нас упорно приучивают почти все производители. Упрямо игнорируя такое явление, как симметрия. Ее тут нет. Поскольку и вырез есть, и большие скругления в нижней части экрана, что уже считаю перебором. Я об этом уже упоминал ранее в распаковке. Спасает возможность скрыть выступ на экране, он тогда не будет так падать в глаза и тоже немножко скруглит его в верхние края. Стекло тут 2,5D. Это очень полезная фишка, если пользоваться жестами, а они тут есть. И управлять очень удобно. Дисплей IPS. Достаточно яркий и нижний порог тоже вас порадует. И цветопередача ближе к естественной, без ядовитых цветов. Читал, что у некоторых попадаются образцы с засветами экрана. У меня такого нет. Возможно в первых партиях попадался брак, но я советую вам проверять смартфон на всякий случай. Не могу точно сказать, будут ли появляться царапины на экране, если носить без чехла. Ведь вроде бы тут горело глаз, но я думаю защита все же не помешала бы. Из важных особенностей отмечу, что камеры приобрели людский вид. Я имею ввиду, что они практически не выпирают и не похожи по стилю на сами знаете кого. И это хорошо. Кстати, инфракрасного порта нет. Кому-то была бы полезная данная фишка. Также порт Type-C. Он тут есть, и я понимаю людей, что еще не пользовались им и не понимают, чем же он лучше. Но даже то, что каждый раз не нужно выбирать, какой стороной прицелиться к кабелям, чтобы поставить смарт на зарядку, уже конкретно облегчает жизнь. Советую попробовать. Самой вкусной особенностью данного смарта, на чем и строится весь хайп, это его мощнейший чип Snapdragon 845. Этот камень, которого вам хватит, чтобы с комфортом пользоваться смартфоном еще как минимум лет, наверное, 5. Но то, что он доживет, это далеко не факт. Смарт вам не телевизор, который повесили на стену, и ему ничего не угрожает. Производитель делает акцент на скорости смартфона, и она тут реально есть. Я серфил, смотрел видосы, качал игры, ну и играл, конечно. Приятно пользоваться устройством, которое просто молниеносно откликается на все твои желания. Все летает, лаков я пока не замечал, анимации интерфейса в том числе. Кстати, этим грешат некоторые Redmi от Xiaomi. Хоть 6 гигабайт азу и такой проц вряд ли будут лагать даже после полугода использования. И в памяти приложение тоже держится очень неплохо. Даже та же разблокировка сканером работает молниеносно. Но тут есть еще одна фишка. Разблокировка по лицу. Только есть нюанс, нужно выставить регион Индия, а то так вы не найдете данную функцию. Почему-то. Индийцам можно по лицу, а нам нельзя. Не удивлюсь, если это целенаправленно в целях безопасности Xiaomi страхует себя. Но работает данная штука очень круто. Есть два варианта. Вы можете по старинке активировать экран кнопкой питания. Потом происходит разблокировка по лицу. Но для чего же тогда нужен Face ID? С таким макаром можно разблокировать отпечатком пальца. Фишка в другом. В настройках можно задать активацию экрана по поднятию со стола, например. И тогда, когда вы поднимаете с него смартфон, экран загорается и он вас быстро узнает. И вы уже на рабочем столе. Тот же сценарий происходит, если вы достаете смартфон из кармана. А главное, что работает по скорости почти на уровне сканера отпечатка пальцев. И в полной темноте, кстати, тоже. Так что уже хоть тут наличие челки, хоть чем-то оправдано. В ней датчики и все такое. На данный момент есть парочка игр, что реально способны нагрузить ваши устройства. Это танки и паб. Эти две игры будут идти очень весело. Без каких-либо просадок FPS. Процессор с заделом на будущее. По поводу нагрева играл час. И смартфон еле теплый. И это приятно. И рукам комфортно, и внутрянки. А вот этой моды я не пойму. Ну зачем? Зачем уже так скруглять эти углы? Чтобы они уже съедали хоть и малую, но часть информации. Вот на Redmi 5 тоже есть скругление. Но вы просто их сравните. Я этого не понимаю. По поводу самой оболочки. Это MIUI подлампичено специально для Покафона. Если вы уже пользовались ранее Xiaomi, то вы будете как рыба в воде. И при этом, кто привык к голому Android, тоже не растеряется. Но мне нравится, что тут много вариантов постройки под себя. Всего хватает. Чего только стоит возможность настраивать температуру дисплея. Уже не будет так много возмущений, что дисплей желтит или синит. Все можно подрегулировать. А кому интересно, то вот инженерный режим. Как видите, экран от Tianma. Режим управления одной рукой тоже есть, кому это нужно. Но по-моему фишка не очень актуальна при управлении жестами и вызовом верхней шторки даже снизу экрана. А вообще всех настроек в одном выпуске не перечесть. Так что тут уж вам придется разбираться, если надумаете стать владельцем такого. Приятно удивил звук из внешнего динамика. Он тут стерео и играет громко и чисто. Для мультимедиа то, что нужно. При этом разговорный динамик тоже исполняет роль спикера. Он играет хоть и тише, но не так противно и пискляво, как в некоторых моделях Xiaomi. Нет перебора в высоких частотах. Также могут быть спокойные владельцы проводной гарнитуры. Тут есть вход для 3.5 миниджека под наушники. И за звук в наушниках смартфон можно смело хвалить. Во-первых, запас громкости приличный. Ваши барабанные перепонки не треснут, но и вполне хватает. Гораздо лучше уровень, чем на Redmi Note 5, например, или Xiaomi Mi A2 Lite. И сам звук, особенно если выбрать что-то из пресетов, я лично остановился на этом. И потом еще подправить эквалайзером. Как я и говорил, MIUI тем и хороша, что очень гибкая. И мне не нужно искать плеера, за которые нужно платить или с рекламой, или взломанные версии. Так что я тут выстроил звук, который реально качает. В общем понравилось. Так что со звуком никаких проблем. Со связью тоже все окей. Слышимость в норме. Меня слышно хорошо и я тоже слышу нормально. Так как версия международная, конечно и Band 20 есть. То, что тут нет модуля NFC, я считаю недостатком. Потому что в этой ценовой категории он должен быть по идее. Но на чем-то же нужно было сэкономить, впихнув сюда топовый процессор. Я бы например рад был бы больше 710 Snapdragon, но с модулем NFC. Но тут вы решайте сами. Нужен вам NFC или нет? Мне например нужен. Теперь поговорим о камерах. Модули у нас очень даже неплохие. Но нет оптической стабилизации. Зато есть электронные. При съемке видео и в Full HD. Если снимать 4К, не будет. Качество фото мне понравилось. Хорошая детализация при хорошем свете. И при плохом тоже довольно таки ничего. Но аппарат нужно держать ровно. Ведь стаба нет и длинная выдержка может давать смазы. Также хочу отдельно отметить фронталку. В ряды селфифона данный аппарат можно отнести. Целых 20 мегапикселей с апертурой f2.0. Снимки очень достойные. А видео пишет в Full HD. Качество видео тоже понравилось. Такое не стыдно выставлять куда-то. Проверка съемки видео в Pocophone F1. Сейчас Full HD. Включена электронная стабилизация. Вот тут садик. Дети кричат. Как раз проверим звук. Ну и то, что я заметил. Особенность. То, что неплохой, очень даже неплохой динамический диапазон. Поскольку вот я поднимаю к небу сейчас. Все остальное видно. Нет таких перепадов, как на дешевых телефонах. Так что, что касается самого модуля и ПО к нему, то все, по-моему, очень неплохо. Ну и еще одно, то, что я заметил. Камера немного красит картинку. В плане зеленого. Посмотрите, что сейчас очень насыщенный зеленый цвет. Вот вам и искусственный интеллект. В реальности все не так красочно. Так что, знаете пословицу, в чужом огороде трава всегда зеленее. Фокусировка тут просто молниеносная. Обратите внимание, вот раз, два, раз, два. Ну что тут сказать. Не знаю, встречала ли я фокусировку быстрее. По-моему, это что-то с чем-то. Посмотрите. Я просто вожу рукой. Вот такое макро можно снимать. По-моему, очень даже ничего. Хорошее расстояние фокусировки. Довольно-таки близко. И я думаю, в конечном итоге со стабилизацией будет вообще все замечательно. Также заявлен искусственный интеллект при работе камеры. Что будет красить ваши фото и видео в зависимости от сцены. Активировать можно прямо зайдя в камеру. А также куча дополнительных настроек. В общем, по-моему, камера стоит своих денег. Но вот оптический стаб был бы не лишним. Теперь поговорим о автономности. Есть у производителей такая фишка. Напихать смартфон по последнему слову техники, но о батарее забыть. И чтобы пользоваться полноценным этим последним словом, нужно заряжать по два раза в день. Но только не в этом случае. Батарея 4000 мА. И заряда вам на день очень активного использования хватит вполне. Ну, если, конечно, не будете играть по 6 часов. А так, будьте уверены. Проц достаточно энергоэффективный. Батарея большая и оболочка в режиме ожидания не берет много заряда. Можете с уверенностью ожидать от 6 до 9 часов экрана. Полчаса ютуба на яркости 80% посадили смартфон на 6%. А полчаса игры на 8%. Что очень даже неплохие показатели. Также радует наличие быстрой зарядки. За полчаса заряжается на 35%. За час на 75%. И полностью смартфон заряжается где-то за час 40-час 50. Ну, а теперь нужно подвести некоторые итоги. Главный вопрос. Стоит ли он своих денег? И можно ли брать? Для людей, которые гонятся за производительностью с запасом на будущее и скоростью работы оболочки и в целом работы, это один из лучших вариантов. Также камеры соответствуют своей цене. Звук. Причем отличный звук как из внешних динамиков, так и из наушников. Но, например, для меня производительность 845 снэпдрэгона излишняя. По сути, он нужен для парочки игр. И то, 710 снап тоже вполне отличный в этом плане. Если даже 660 будет неплох. Но зато NFC мне не хватает в нем. А также не радует мода на сильные скругления экрана. Причем с одной стороны. И эти выступы сверху. Хорошо, что его хоть можно скрыть. Также сэкономили на корпусе. Он пластиковый, хоть чехол решает. Да и в руках чувствуется добротная вещь. Так что вам нужно лишь определиться с приоритетами. И тем, как вы будете использовать его. А так я считаю, что у смартфона больше плюсов, чем минусов. Но я бы лично себе его не взял за эту цену. Для меня экран и отсутствие NFC это критичное. Но у вас может быть совсем другое отношение к этому. Потому пишите в комментариях, что привлекает и отталкивает вас в этом смартфоне. И взяли бы вы его себе. Или вы уже владелец. А с вами был SmartPlus. Спасибо за внимание. Желаю только хорошей техники. А главное, отличного настроения. Подписывайтесь, чтобы не пропускать обзоры самых интересных гаджетов на нашем канале. И всем пока, друзья.